О, дедуля, привет! Ты еще старше, чем я. Слава Иисусу Христу! А вам сколько лет? Почти 69. О, а мне 80. Ну, молодец! Бодро выглядишь. Ну, так Господь благословляет. У нас очень богатые ресурсы, и мне приходится это вести. И видеоканал, там у нас 13900 роликов, «Открытый мохом» называется, в Осетии Библии. Ну, ребята, ребята, вы не туда попали. Я в Бога не верю, никому не советую. Но это сделает Господь верующим. Есть такое выражение, «Единожды соврав, кто тебе поверит». Правильно. Это относится напрямую к Богу. Ну, нас никто не обвинит, что мы соврали. Мы во что верим? Нет, ну ты же не Бог, правильно? Я же о Боге говорю. Мы заплатили... Правильно заключается в чем? Где-то только... Нас. Говори. Мир вам. Что вы делаете? Мир вам, мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге, о спасении души в вечности. Не желаете послушать? Я все знаю. Вы верующий, да, человек? Я верующий человек. Я в церковь хожу, я крещеный, все знаю. Не надо этот... У нас на Ютубе есть ресурсы. Заходите тогда. Православный канал «Открытым оком во свете Библии». Там у нас более... Хорошо. Более 13 видеороликов. 13 тысяч? Да, 13 тысяч. Хорошо. Ну все, Бог помощь вам. Всего вам доброго. Все. Мир вам, мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? 27. Мир вам, мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Грешно. Мир вам, мы православные христиане. Мы православные христиане людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Попробуйте. Господь, Бог наш, Создатель неба и земли, послал в мир своего Сына Единородного Иисуса Христа, который был распят на кресте и на третий день воскрес. И кто верит в эту принесенную жертву Иисусу Христу, когда Он висел на кресте, имеет прощение грехов и жизнь вечную. Если человек в этой жизни не примирится со Христом, через Его жертву, через Его святые заповеди исполняя, он унаследует только не жизнь вечную, а вечное мучение. То есть перед человеком стоит в этой жизни выбор между добром и злом. То есть Господь нам дал свободу волю, и мы должны ее употребить. Но за все будем отвечать перед Богом. Наши ресурсы покажу. Смотрите. А что ты, Иоанна Углана? Это наш видеоканал, так называется. Во свете Библии, открытый боком. Да, заходите. Много полезного узнаете, заходите там. У нас там более 13 тысяч видеороликов. Увидите там все. А что такое гиена огненная? Вечная, никогда не затухающая свалка вблизи Иерусалима. И под нее... Правильно. Да? Он говорит, правильно. Ну тогда... Ну от нее уже значение имеет вечное мучение грешников где? Ну да. То есть раньше это была вечная мука. Да. Там, за стенах Иерусалима. А сейчас что такое вечные муки? Бесконечность. Вы говорите вечные муки. Бесконечность. Кто не примет Христа учения, тот отправится в вечную жизнь, а кто будет в вечные муки. Что значит вечные муки? Гиена огненная? Что? Так написано. Господь говорит, и пойдут все в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 25 глава, 45 стих. Ну это да. А где эта вечная жизнь-то будет? С Богом в Царце и Небесном. На небе, на земле, на Марсе. Вот знаете, на небе, на земле. Вот разделяют небо и земля. Так называемые свидетели Юговые. Это разделяют. Тут можно узнать, откуда человек что поднабрался где-то. Господь говорит, и восхищены. Я вам отвечаю. Отвечаю. Об этом говорит апостол Павел в послании к Иисусам, 1 глава. И мы будем восхищены встретению Господу на облаках. И так всегда с Господом будем. Он не разделяет ни небо, ни земля, значит соединиться. Как на облаках? Какой стих, какое место? Какое место Писания? Первое послание к Иисусам. Первое послание к Иисусам. Да, да. Какой стих-то не помните? Ну, посмотрите там. Мы будем восхищены к Нему. Целых книг вы считаете? Я бы закрыл тут это. Ну, закроется. Вы в Библии, если рядом, посмотрите. А, вы просто не помните, да? Да. И так всегда будем с Господом. Я с чем сейчас сказал. Христос говорит. И муха вечная. И далее послание Евангелия от Марка говорит. И червь не умирает, и огонь не угасает. А зачем он червь огонится, и никого нету? И червь грешников не умирает. Напишите. Восхищены на облаках. Два слова. В поисковик. Как? Восхищены. Восхищены на облаках. Ну, облака. Облак и восхищ. Так, два корня, корневых слова. Облак. Восхищ. Да не, на самом деле это неудобно. Не, неудобно. Так. Телеграф звонит. Телеграф. Да. Смерть. Хорошо, с Богом. Благодарю. Попросили помолиться за Сергея, где ты был сегодня. У него какое-то обострение болезни. Так, все. Слушаем. Ну, короче... Короче, так, знаете что? Господь говорит. И церковь моя, говорит, невеста. Она называется невестой. Иоанн Богослов в апокалипсисе говорит. Я покажу тебе брак Агнса. Брак. То есть, Господь оставил на земле церковь. А церковь только то, что где есть рукоположенное от апостолов епископы. Об этом говорит нам восьмая глава «Деяния апостолов» подробно. Он прямо так и пишет епископы, да? 14-23 «Деяния апостолов» для каждой церкви рукоположили пресвятеров. А для чего они, если они не нужны? Титу 1.5, говорит, чтобы он закончил неоконченное дело. Поставил пресвятеров. Хотя в первой апостольской церкви слово «пресвятер» и «епископ», а они не разнились. Но мы знаем... Сложный вопрос такой. Да. Вот помните эту притчу, когда Иисус пришел в церковь и начал громить все столы купеческие? Да, торгашей. А почему сейчас торгуют в церкви? Потому что беззаконники сидят. Из церковного дела сделали бизнес церковный. А у нас православных, у нас две общины, у нас 27 лет мы зарегистрированы, ни копейки не появляется, ни за свечи, нигде. Мы покупаем воск, ставят сколько надо. Нигде торга нету. Десятина. Святая десятина все покрывает. А почему Русь насильно покрестили? Насильно. Что? Почему Русь насильно покрестили? Ну, почему теперь спрашивают не с кого? Действительно так. Хотя это церковники отрицают. Они говорили так. Князь Владимир сказал, кто не будет креститься, тот мне не друг. Я говорю, нет, это не князь Владимир. Это вы придумали. А теперь прямо пишут. Князь Владимир сказал, кто не крестит, а тот мне враг. А враг рисует, рядом стоят воины с мечами. Он родного брата Ярополка убил. У него было, как у Соломона, 300 жен, 700 наложниц, а у него 2000 было. Еще мало было. И он пошел-то не за веры, а Анну там. Там молодые были, эти называются, Василиски, цари. Ну, только что воцарились. Они не могут тут стоять, когда Корсунь он оккупировал-то. Отдайте за меня дочь, сестру Анну. Он говорит, так она и накиня, иначе разорю. Но они поговорили, а ему говорят, что если ты не христианин, она не может пойти. На какой погрузиться, ничего не стоит. И когда пришли, уже епископы с ним пришли, они не Евангелие принесли, а сундуки Ладана. И после обеда, наверное, пошли рыть Киевские горы, вот где все идет. А Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Если бы этим путем пошли, другая была история. Может, никаких бы сектантов не было. Люди не от добра ищут добра. Солова Божия скрыли. Почти тысячу лет, а Слова Божия нет. И в 1876 году только переводится синодальный перевод на русском. Да и то он к русским-то не попал. Там какие были еретики, они все порастащили. Православный еще пришел, свечку поставил, икону поцеловал и пошел. Господь говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И когда к Господу подходили, Он говорит, как считаешь? Он говорит, русским нельзя сказать, как считаешь? Да никак не считаю, я и неграмотный. То есть народ в глубочайшей тьме был. И даже библейское общество, когда стали издавать, и то всячески глушили. Масоны, масоны. Ну, масоны, да. Но они добро делали. Наш перевод синодальный не давали издавать. А какие переводчики-то были? Хвольсон, Даниил Абрамович, крещеный еврей, доктор филологических наук. Герасимов, Павский Герасим Петрович. Ну да, я с вами согласен. Если почитать «Свитки Красного моря», то там вообще другое написано. Да, и мы сегодня об этом должны прямо сказать. И говорят, ничего не сделаешь. У меня один ответ. Еще ничего не делали. Вот меня когда судили, судили за распространение Слова Божия. Меня неоднократно сажали. Самые гнусные, самые зловредные показания давали священники. У нас лояльное отношение с властью, а Лапкин нарушает это. Меня последний раз в 86-м году уже судили. Так что я испытал это все здесь. А вот смотрите, мы вам покажем наши ресурсы открытым оком во свете Библии. Это видеоканал. Тут 13 тысяч роликов наших. Если поставите слово «сайт», будет сайт под такими же открытым оком. Форум, значит форум. А если по скайпу, моя фамилия и имя внизу. Понятно. Финансирование как у вас? Да. Финансирование? Да. А какое? Кому? Нет. Вам это не надо? Нет. Мы сами все зарабатываем. Мне Господь позволил издать в книжном варианте 38 книг. По 752 книги. И я поставил задачу развести по библиотекам мира. От Владивостока, мы в Барнауле, до Лиссабона. В Скандинавии и Прибалтику. 650 городов посетили. И везде подарили эти книги. И везде выступление было. Мир вам, мы православные христиане. Людям рассказом о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Говори. 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 Говорите, Игнат. Господу слава. Ой, Господа милого. Мы православные христиане. Людям рассказом о Боге, о спасении души. Вы только не пейте в этот момент. Как не пить? А можно я чуть-чуть пить капельку? В царстве, в Библии написано, пьяница, царствие Божие не наследует. То есть вы в прямой дороге, если умрете, вот за этим делом, в прямой дороге поете в ад. Я, я уже в аду. А кто вам сказал, как вы так догадались? В смысле? Ну, что в аду находитесь-то, как вы узнали? Я сам знаю, что я уже в аду. Ну, а зачем вам погибать? Господь говорит, я предложил жизнь и смерть, благословение, проклятие. Ну, зачем вам погибать? Знаешь, когда Господь сказал, вот эти, сколько там, у него 9 заповедей, да? Не убей, не укради, и что вы там, не, как там, не разлюби или, там. Ай, много он сказал нам, знаешь, вот, что такого. А как жить-то, вот? Жить по заповедям Божьим нужно, по заповедям Божьим. Вы работаете где-то? По всем заповедям. Вы работаете где-то? С шахтером работаю. А у вас какой заработок в месяц? 1050-1070. Вот, у меня пенсия 8141 рубль 33 копейки за 35 лет стажу трудового. И мы живем... Вот, дед, ты измени, пожалуйста, да, конечно. Ну, я вот с этих денег 35% отдаю, только чтобы оплатить свою квартиру. Ну, и живу в ипотеку, я живу в долгах, да? Вот, ваше время, да, когда ваши родители получали все, вот, бесплатно даром, да, получали все жилье, а я в данный момент это жилье зарабатываю своим горбом. Наши родители за жилье не платили, мы в деревне, свой дом. У нас отец инвалид войны, вот такой руки не было. И нас 10 детей живых было. И никогда не жаловались ни на власть, ни на что. Мы жили беднее всех, но 10 детей, ни одного больного нету. Мне 80 лет, я еще таблетки не съел. Почему? Я Богу молюсь, у меня святая вода. Ну, молодец, дед. Молюсь ты Богу. У нас есть большой открытый видеоканал, называется «Открытым оком во свете Библии». Стоит и форум «Лапкин» и «Гнати». Да. Если вы по скайпу будете, когда будете трезвы совсем, тогда по скайпу меня можете найти. А, и что ваш Бог говорит? Вы знаете, что пьяницы царствия Божия не наследуют? Ну, да, я знаю, знаю, знаю. Ну, хорошо. Насильников, убийц, воров. Да, воров. Огонь вечный ждет. Поэтому надо уверовать, что Христос умер за нас. Да, конечно. А что уверовать-то? Уверовать, что Спаситель мира, Христос, умер за нас. И мы в Него уверовали и приняли Его. Живем по Его заповедям. Вот запомни, отец, одно. То, что ты вот сейчас вот говоришь, вот несешь людям, да, вот типа вот они вот, твои вот поклонники, да. Вот правда, что вот этот сын, который умер ради нас, он не устарался, чтобы было вот это счастье. Ладно, пока. До следующего раза. Когда у вас связанная речь, будет пить, и будете. И мы встретимся. Всего хорошего. Все, он барахвост. Здравствуйте. Что с вами такое, религиозные математики? А послушайте. Мир вам. Мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. У вас какие-то вопросы есть? Я против ничего религии не имею. Ну, мы не говорим, что кто-то что-то имеет. Мы рассказываем о Христе, о спасителе, который вниз сошел для спасения человеческих душ. Чтобы они не погибли, не унаследовали вечную гиену, а унаследовали жизнь вечную, со Христом в вечности. Понятно. А этот человек узнает только, если он будет читать Святую Библию. Потому что вера слышание, а слышание от Слова Божия. У нас большой видеоканал открытым оком во Святой Библии. 13 тысяч наших роликов. Если добавите туда сайт, то зайдете на сайт. Если добавите к этим двум строчкам вверху форум, зайдете на форум. Если по скайпу разговаривать, вы внизу запомните, это мое имя, фамилия. И вы зайдете. Эти ресурсы мне приходится ввести. Каждый день мы работаем здесь. Понятненько. Вот так. Многим вы помогали. Отвечали на вопросы. Многим помогали отвечать. Многим. Многим. Я вел занятия одновременно в пяти университетах, тринадцатых школах и там пяти, наверное, техникумах. В отделах милиции три радиопрограммы. Это одновременно вел. Я отвечал на тысячи вопросов. И вот на сайте, если зайдете, здесь 4124 вопроса. 55 папок разнесенные. Вас что интересует? Образование, семья, евреи. На все вы найдете ответ. То есть, в какой книге у меня это находится? У меня 38 книг вышло из печати. И там вы это найдете. То есть, таких ответов нигде нет в мировой практике. Потому что они основаны не на знании только, хотя я много испытал. А что говорит об этом Святая Библия? Это полная книга. 77 книг полная. Вот она. Что говорит об этом? Святые отцы говорят. А это 300 томов. Надо знать для толкования. Что говорят жития святых? 1173 биографии. 12 томов. И книга правил. 719 правил. Я студентам отвечаю конкретно. Вот я говорю, буду отвечать на этой неделе, что сказали по определенному вопросу из 300 поэтов России за 300 лет. Это 20 тысяч Павлов. Я должен был проворачивать им. Это у меня 26 том. Каждая книга 752 страницы. И вы на сайте это все найдете. Вы во всех уголках мира нигде не найдете то, что у нас есть сокровище. Там на сайте 50 книг моим голосом начитанные. Это и Златоус, и Жития, и Библия, Архипелаг ГУЛАГ. Архипелаг ГУЛАГ мне очень знакомый. Я первый в стране человек, который распространил Архипелаг ГУЛАГ. Новый мир, когда начал печатать, ну и говорят, первые главы 30 лет назад были напечатаны. И сразу опровержение пришло, говорит. В Барнауле православный проповедник, миссионер мой, моей фамилии Лапкин Игнатий, на огромное на 10 лет я насчитал на пленку 10 катушек, 275 метров, и распространил по всему миру. И написал послесловие. Так что Косолженицын мне известен, и Архипелаг известен. Тем более я прошел 5 тюрем, за Слово Божие. Я Архипелаг испытал выкрученными руками, морозилками, а там все пришло. Мне 80 лет. И помилость... Вы так испытывали во время коммунизма, да? Да. Вы знаете, когда зайдете в сайт, вот это, запомните, во свете Библии сайт, и там первая книга, которая на весь экран, называется «Для Слова Божия нет уст». Вы когда зайдете, ткните, и дальше оглавление пойдет, как идет суд, кто что говорил, что писали зарубежные, пресса обо мне, там вы все найдете. Это срез истории. Понятно. Вам будет это очень полезно. Спасибо большое. Обязательно зайду. Слава Иисусу Христу. Запомните имя, фамилию, это по скайпу вы меня можете найти. С этой фамилией, именем, я один такой в мировой сети. Хорошо. Если Кузнецов, то там, говорит, пять миллионов, а вот мое редкое такое. Ну, всего хорошего, с Богом. Спасибо. Храни вас, Господь. Вам прийти. А где ты, если поговорить? А так вот зайдешь, никого и нету, поговорить не с кем. А я бы, мы бы ему о Боге рассказали, о вечности, как душу спасти. Богу слава. Аллилуйя. Вы староверы? Мы православные, из староверов. Православные староверы. Вы иконы не признаете? Признаем обязательно. А, я думал, вы такие староверы, которые иконы не признают. Да не знаю я таких староверов. У них, наоборот, иконы все латунные. Но они считают, что это поклоняться нельзя ничего? Ну, не пихать. Богом в душе, в душе, в голове, а в душе они не на иконе. Это не разговор. В душе, в душе. А зачем курите тогда? Вы в душе курите? В душе. А я грешник, я курю, мне можно, я грешник. Нет, нет, вы курите, но только в душе. В душе курите, а в руки не берите. Не пройдет? Нет. А вот и так. Так и здесь. Обязательно. Вы же православные верующие, да? Да, мы православные верующие. Можешь, если не курить. Когда курят, мы не разговариваем с ними. Ну все, тогда не буду курить. Да. Тогда я вас прошу. Да. Почему Иисус Христос проклял смоковницу? Смоковницу? То есть, смоковницу? Ну да. Если так разобраться, вы задали вопрос, тогда вы слушаете, я начать отвечать не буду. Да. Зачем он дерево проклял? Ну слушайте, вопрос понятен. Приготовьте слушать, не перебивайте. Дерево не виновата. Тем более написано, было не время собирания плодов. Но у них получается там, что плоды появляются раньше листьев. Он на этом дереве показал пример, что если человек не будет делать доброе дело, не будет жить для Бога, он такой же засохший смоковница явится на суд Божий и будет брошен в огонь вечный. Вот для этого. Дерево ни при чем совсем. Я вот никому не заповедал делать, иначе мы бы все леса сушили, как китайцы. Ну то есть, пострадало невинное дерево просто так? Да ну что, дерево не может страдать. Просто он на нем показал пример. Почему не может страдать? Все живое на свете страдает. Это не живое. Написано неодушевленный предмет. Ну, не будем накатывать. Одушевленное. Растение недушевленное. Деревня недушевленная. Горы недушевленные. Одушевленное, что дышит. Ну почему? А у зверей нет души. Даже в Библии пишется, что у зверей души нет. В крови душа. Так и написано. Говорит, когда колете, не пейте кровь. Потому что в крови душа. В душа. То есть жизнь. В душе нет управления. Человек дуалистичен. У него тело, вот это видимое, и отдельно душа. Точно так же верят христиане и мусульмане. Тут мы одинаковые. Ну, вы православный, вы прямо в церковь ходите. Мы ходим в церковь, и брат у меня священник. А вот тогда мне скажите, почему в церковь продает свечки, имущество продает? Потому что неправильное дело. Если сам Иисус Христос заповедовал, что в храме его отца не продают. Не поясняйте. Вы вопрос задали. Почему продают? Два слова. Задавать надо коротко, а ответ может быть пространнее. Потому что люди более возлюбили нынешнее время. А Господь говорит, не можете служить Богу и мамоне, богатству. Это церковный бизнес. Вы, если хотите больше узнать, вот наш ресурс. Это называется во свете Библии, открытым оком наш YouTube. 13 тысяч роликов наших. Если добавить к этим словам сайт, на сайт зайдете. Если добавите к двум строчкам форум на форум. Я понял. По скайпу поговорите. Значит, вы против РПЦ? Вы против РПЦ? Нет, нет. Мы против торговли. Мы православные, но у нас торговли нет. Мы православные. И у нас деньги нигде нет. А РПЦ наш торгует. РПЦ торгует. Ну они торгуют, пусть торгуют. Нас не касается это. Мы никогда в храм, когда идем, где торгуют, мы ничего не покупаем. То есть они двуличные, да? Получается? Я не буду судить. Я знаю, что это неправильно. Они наоборот дьяволу служат, да? Это нельзя делать. Вот у нас как? Должна быть одна десятина. И она тогда нигде не надо торговать. Мы покупаем воск. Из воска свечи делают сами и ставят сколько надо. У нас ни за крещение ни за что деньги не берутся. Нигде. Это хорошо, да. Поэтому батюшка держит. А у нас храм в городе есть. Храм в городе есть. В нем даже написано со своими свечками нельзя. Ну это корыстолюбцы. Знаете что? Вот когда они говорят там не продавайте, то другое, то у них только одно. У других не продавайте. А у нас, так сказать, берите. Не надо этого, ничего. Господь говорит, даром получили, даром давайте. Это крещение, там, венчание. А сегодня берут... А еще мне тогда такой вопрос можно задать? Вот. В Румынии недавно ролик в интернет слили. В Румынии с мощами освещали воду. Взяли ступню от мощей и прям в воду ее макали и люди потом эту воду всю набирали. Можно так делать в православии? Нельзя. Во-первых, нельзя. Во-вторых, это вода для где-то освещения. Написано так. В прах ты и в прах возвратишься. Я радуюсь за то, что все мощи собрали и счастью захоронили и перестали некрофилией заниматься. Вот это правильно. Вот за это я вас уважаю. Потому что так нужно поклоняться трупу. Да. Когда посмотрите вот это, ну труп, это действительно так, труп. И святые мощи там, это понятно, поклонение. Ну что из них делают-то? Режут на счастье там. Вот вы сами говорите. Какой святой заповедал? Я издавал жития святых, составлял симфонию на них. Святые запрещали трогать. Был такой Семен Столпник. Он на столпе стоял, а патриарх его любил. Он его не касаясь к нему, руку положил в пресс-фитеры, чтобы он мог благословлять. И когда умер, патриарх решил взять из бороды волосинки две. Вот так только дернул. Патриарх, это высшее звание. Вот так вот взял, и сразу рука отсохла. И он тогда волосы скорее назад приложил, и опять рука стала здоровая. Вот как надо смотреть-то. А они лукавят. Вот Антоний пошел, и никто не знает, куда ушел. И никто не знает, где его мощи. Иисус же говорил, что мертвые должны сами заботиться о мертвецах. Да, это безбожники пусть хоронят. Что живые не должны заботиться о мертвых. Да. Так Иисус говорил. Ну, это говорится о людей мертвых духовных. Такой был мудрец на южных странах, у Китая, Конфуций. Его спрашивали, как относиться к мертвым. Он говорит, если я скажу, что заботьтесь о мертвых, то вы, говорит, будете на кладбище ночевать, о живых забудете. Если я скажу, не заботитесь, вы и хоронить не будете. Умрешь, узнаешь. А у меня еще вот вопрос. Почему Бога Матерь прославляют? Если во времена Иисуса Ему сказала женщина, благословенные сосцы, тебя воспитавшие, ну, вскормившие. Да. Он сказал нет, он сказал нет, не надо благословлять мою мать. Он не сказал так, говорит, блаженный, он никак, эти слов он не говорил. Он говорит, блаженный слушающий и исполняющий заповеди. Это я говорю про девушку, но он же говорил, что не надо восхвалять его мать и не надо восхвалять его. Он говорит, надо восхвалять только Бога. Подождите, он не говорил так. Дело в том, что она сама сказала, и величит душа моя Господа. То есть, им блаженный будут меня называть. Это ведь песнопение, Евангелие от Луки написано. Блаженное. Ну вот смотрите, иконы, да? В греческих иконах Дева Мария всегда стоит на полумесяце, как языческая богиня Геката. Почему? Нет, потому что это написано в 12 главе Откровения. При чем тут языческая богиня? И написано... Что же написано? Что она будет месяц подпирать? Я отвечаю вам, вы перебиваете. Хорошо отвечаю. И написано, я видел женщину, которая рождала и кричала от мух рождения. А перед ней стоял дракон, ждя, когда родится, и поглотить. Но она бежала, бежала. И восхищенное к Богу дитя было. А земля разверзла... Он пустил в змею реку вслед ее, но земля отверзла уста свои и поглотила. Это означает вся атеистическая пропаганда. Все, а люди, живущие земным, они это берут, телевизор, у нас этого нет. А нас Господь восхитил, то есть наш разум к Богу идет. Тут надо духовно разуметь. Кесарий Андрей Кесарийский, он истолковал это. А мне кажется, нет. Мне кажется, иконы, они что у нас православные, что у греков были, греческое православие, они все равно, они содержат части другой религии, той, которая была раньше. Что у нас много в православии, у нас много есть от язычества, можете не спорить. Иконы идут из Библии. И у них от многобожья. Потому что они были, у них многобожья было у греков раньше. И чтобы ввести православие, они все равно соединяли. Поэтому на иконах Дева Мария стоит на полумесяце, как геката. Там написано, попирает ночную тьму. Вот так. Вот вы сказали, там Дева Мария, иконы. Откуда иконы взяты? Причем тут истинство. Иконы в Ветхом Завете, 25 глава книга Исход. Сделай два изображения, два Херувима. А теперь Соломон, мы считаем третью, пятую главу, третьей книгой царств. И он сделал, там валы были, 12 валов наружу, а задом они туда были. Море медное на них. Далее ветви разные, там огурцы у него, виноградные кисти. Этот храм, это 25 глава второй книги Паралипоменон, Новоходоносор разрушил. Они в плену. И когда возвращаются, снова получают проект и строят храм. Какой? Книга из Икииля, 41 глава, 17 стих. Там написано, сделай резные изображения, изображения по-гречески икон. И изображения икон, другого перевода нет. Херувимов снаружи и снутри, от пола до потолка. То есть весь храм был в иконах. А Господь когда зашел, он говорит, дом мой. Он не сказал, это капище языческое. Дом мой, дома молитву наречется, а вы его сделали вертепом разбойников. Понял. У меня еще тогда последний вопрос к вам. Вы должны на него ответить. Почему Моисей проклял своего сына, чтобы его поколение, его род были рабами? Никогда не проклинал, этого не было. От ответа никакого нет. Выдумка человеческая. Это знаете, Златоуст называет... Но это в Библии написано. Златоуст... Что его сыновья увидели его вон на Гова, и что они постыдились. Да не Моисей, это... А проклял одного сына. И от этого пошли рабы. Ну, перестаньте, перестаньте. Это было после потопа с Ноем. При чем тут Моисей-то? Ной. Ну, Ной, 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 Ной. Я перепутал. Ной. Ной проклял своего сына. Ну, все, он сказал, хам будет рабом. И так и есть. Это же негры. Это же они пошли оттуда. Абсолютно правильно. Рабы. Мы ничего не можем сделать. Вот скажите. А почему он человек, который Бога прославляет, взял и проклял собственного сына? Так, послушайте. Бог, Бог. Вот смотрите, у вас сад. И в саду растут груши, яблони. Но ребенок там какой-то неразумный человек зашел и один плод сорвал. Что вы с ним будете делать? Я ничего не буду делать. Не будете? Так если это ребенок... Я негневный. Я негневный. Ну, еще как проявиться может? Слушайте. И любой из нас, может быть, видит, что ребенок очень хочет искать. Да, на, еще маленько за пазуху ему положить. Но это наша шкала. У Бога другая. В аду Адам взял запретный плод. В раю. В раю. В раю. Запретный плод. Что это такое? У Бога другое наказание. Ну, мог бы наказать, отшлепать его. Умерло уже 100 миллиардов людей. В Адаме все умирают, написано. 100 миллиардов трупов. Это за 7,5 тысяч лет, как от Адама. Поэтому нам мерками своими не надо мерить. А почему он так сказал? Написано, проклят злословище отца и мать. Это уже в Моисеевом законе. Проклят. А он подошел, насмеялся, да, сын Ханан. Ханан, это ребенок его, к отцу. И он не прикрыл его, а наоборот стал другим говорить и зашушукались все. Не нам это судить. А что его Бог услышал? Видно, темное поколение. Африканский континент. Значит, Бог не сделал бы так, как он сказал. Значит, он сделал по милости Божией. Написано, Сим распространит шатры. А я в пьет стилисты в его шатрах. Сим от антисемитизма еврея. И мы веру-то еврейскую взяли. Это уже предсказано было в его шатрах. То есть в его вере, в его книгах, в его вероучении. Получается, человек создан для того, чтобы страдать. В общем, без страдания никак. Написано, страдающий плотью перестает грешить. Но мы не должны этого замечать. Вот мне сколько лет, вы думаете? Не знаю. Я не могу определять возраст. Ну, я покажу. Я в поясе. Лет пятьдесят. Пятьдесят. Так. Я прошел пять тюрем. Лагерь смерти. За веру, за веру. Меня мучили. У меня руки выверщены все. В морозилке меня держали. Они меня не сломали. Мне восемьдесят лет. И вот этот вот, посмотрите. Вот наш видеоканал. Где вот этот? Вот. Во свете Библии видеоканал. Тринадцать тысяч роликов. Это мои ролики. Тысяч. То есть я везде все снимаю. Братья помогают. Хорошее берем. У других, которые... Ну, практически все наше. Дальше. Сайт и форум. На сайте пятьдесят книг моим голосом насчитанные. Библия, Кипелаг, ГУЛАГ, Златоуст. Златоуст и прочее. И меня жучили. Я, по милости Божией, мы начали строить православную деревню. Получили статус. В деревне поселиться. И поселиться, попросить разрешения может тот, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И мы уже 27 лет эту деревню... А это, знаете, это как лицемерие. Потому что Иисус сам говорил, что его любимые – это грешники. Почему нельзя брать грешника и сделать из него хорошего человека? Вот хорошо сделайте. В России 21 тысяча сел разрушенных. Мы одно взяли место. Берите другое и делайте. Но вы берете уже тех, кого не надо спасать. Нет, надо как раз. Он ничего о Боге не знает. Главное – это качество, которое на себя не уничтожает. А я брошу курить. Он не бросит, подберет. А лучше же спасти человека грешного. Лучше же взять грешного и спасти его. Это разговор... Чем брать негрешного и спасать его. Да не спасешь ты его, когда он не желает бросить этого. Как ты спасешь? Знать, можно. А если желает бросить? Если желает бросить. Если он бросит, потом как раз будешь соответствовать. То есть вот человек к вам пришел и сказал, я вот курил, пил в мирской жизни. Я хочу от всего этого отказаться. Вы его не возьмете? Въезжай в деревню, у нас отовсюду стоят. В деревне, на территории деревни курить запрещено. Все. Но если к вам придет курильщик, который захочет бросить курить... Ну пускай рядом деревня 20 километров. Пустырь. Пускай строят там... А это уже лицемерие. Это не надо никакого лицемерия. Лицемерие, если мы никаких правил не будем иметь. Вот, допустим, человека берут в какой-то звездный городок. Он курить будет. Никуда ты не нужен. А как это так? Как я хочу в космос. А мы в рай идем. У нас безбородых ни одного нету. Чтоб бритвы держал в руках. А почему? Давид, когда полбороды отрезали его слугам, он не запустил в Иерусалим. А идите в проклятом городе Ерехоне живите, пока бороды отрастут. А у меня больше не растет. У меня вот такая вот... Вы заходите в трамвай. А там правила в пачкающие одежды не входить. Да как так? Да я хочу домой с работы ехать. И тебя никто не одобрит за это. И здесь люди собрались по своим убеждениям. У нас особый дресс-код. Мужчины должны все быть с поясами. Это наш дресс-код. Женщины всегда должны быть в платках. Если в церковь идут, это значит должны быть закрыты два платка и одеты как киджаб. И вот когда зайдете, и вы это увидите в фотографии. Ну, в моем мире у меня там фотографии 22 тысячи. Вы увидите ролики, как мы живем, как приезжают пьяницы, как мы с ними разговариваем. Пьяница. Там лежала куча дров, и он в него ударился, вывалился, ударился. И мы с ним как разговариваем дальше. Он приехал, он совершенно невменяемый. За собой тащит гроб. А то возьмите, такого возьмите. Да, я был в тюрьмах, я молился, грешники каялись, следователь обратился. Меня этому учить не надо, это мой жизненный путь. Я 56 лет иду этим путем. Но знаете, Иисус Христос, его паства, ему было без разницы, кто ты. Пьяница, курильщик, как ты одет. Каждый грешник был для него лучше даже, чем праведник. Да не лучше. Потому что он спасал людей. Он ловил человека. Вот деревню не строил. Вы путаете одно с другим. Деревня, это мы одна семья. Господь сказал и пошел. Он нигде не сказал, давайте набирайтесь себе пьяница. Нет. Эти люди проходят мимо. И сблудишь. Каждый человек, брат, человеку и заслуживает спасения. Он не брат. Он не брат даже. Он не хочет называться братом. Он на меня клевещет. Позорит. А он мне брат. Он уже не брат. Он враг. И написано. Возлюби врага своего. Вот мы и любим его. Это же Библия. Да, и что я с ним буду делать? Ударили по одной щеке, подставь другую щеку. Нельзя быть гневным на людей, потому что он не соответствует вашим взглядам. Нет. У вас двоякое и децимирие. Вот это вот, я не понимаю. У вас есть децимирие. Понимаете, вы философствуйте. Вы конкретно возьмите землю, поставьте свой устав. У нас там деревня рядом, начинали строиться. Устава не было. Уже построились. Один приехал, кажется, 48 грузовых машин у него. Двухэтажного строили. Все развалилось. Я не собираюсь ничего строить. Библия, знаете, что написано? И про лжепророков. Бойтесь лжепророков устами своими. Яд льющие. Да, да, да. Есть и это. Лжепророки, они предсказывают, коммунизм будет, а его никогда не будет. Они лгут. Нет. Лжепророки, это, может быть, такие же люди, как и вы, которые сделают свою деревню и будут говорить, что их вера единственная правильная, и что они идут к Богу правильно. Такого толкования нет. Отращивай бороду и будешь хорошим. Апостол Павел говорит, лжепророки, они пророчествовали, что не сбывалось. Не надо это придумывать к этому. Лжепророки, откройте. Нет. Ставаре, Википедию, откройте лжепророки. А это вы уже. Это вы уже. Лжепророк, пророк, любой пророк, это был православный лидер. Был пророком. Не обязательно, что он был пророком, что он знал будущее или что-то проповедовал. Он мог просто ходить, проповедовать истину людям. Как в своем варианте. Вы курите? Вы курите? Вы курите? Сейчас нет. Вы же сказали не курить. Ну, папиросы уже рядом. Так, теперь, давайте рассуждать. Вы к нам приезжаете, и вы курите. И вы уже о себе заботитесь-то. А почему бы вам не сказать, я заражаю свое тело? Подождите, подождите. Я вот к вам приезжаю, я курю, допустим. Но я говорю, что у вас я буду бросать курить, что я не буду курить. Нет. Три года, когда пройдет, тогда доказано, что бросил. Три года. Вы даже не знаете медицинские справки. Три года ты еще подвержен этой наркомании. А все наркомания? Еда тоже наркомания. Вот вы едите, а зачем вы едите? Вы сейчас зачем? Это тоже наркомания. Вы вопрос задаете, а сейчас уже агрессивно так настроены. А потому что вы лицемерите. Вы лицемерите. Знаете, меня судили, да бабушки на колено там дальше исследовали. Во мне лицемерие ни одной капли не нашли КГБ Москвы. Я протерт, и на все вот так вот тщательно. А вы мне вы лицемер. А можете доказать? Нет. А если бы были рядом... Вы разберитесь в понятиях слова лицемер. Это тот человек, который маска, вот он один говорит, не представляется. Но на деле, когда вы говорите, у вас прослеживается, что у вас внутреннее состояние совсем другое. Вы ненавидите курильщиков, тех, кто без бороды. Вы их ненавидите. Вы не просто говорите, вы говорите это как с ненавистью, понимаете? А вы знаете, лев в пути. В Санкт-Петербурге. Это в Санкт-Петербурге? Что? Который лев, кто там останавливается, не курите. Лев против. Лев против. Да. Ну и что? Он лицемер. Вот здорово как. А знаете почему? Потому что он людей на драки провоцирует. Вы его не смотрели, что ли? Я смотрел его. Он доводит людей, чтобы они дрались. Их садят в тюрьму. А он ходит с довольным лицом, потому что мы здесь просмотрим на этот день. А вот спросите сейчас, где Такадий такой судья? Он торговал не так у мусульман? Ну, хлеб добавлял проса. Он сразу приказал за уши прибить его к забору. А зачем его шею допрасывать? А по-другому нельзя. Вот Тунис возьмем. Саудовская Аравия. Своровал. Один вопрос. Какой рукой брал? Сразу кест отрубили. Григорианс пишет. На завтра мы проходили. Почерневшая на солнце рука прибита. Сколько воров? Ни одного. Сколько пьяных погибло? Ни одного. Сколько абортов за 1300 лет? Ни одного. А у нас за перестройку 120 миллионов убитых в России. Листемеры. Вы этого слова не знаете. Мы как говорим, так и поступаем. Мы ответили своими тюрьмами, лагерями. А вы вот, листемер, самым настоящий. Начал говорить, как будто верующий, а дальше пошел меня кусать. А я вас нищем не обидел. Я верующий. Не надо. Вы не на возрасте. Я не верю. Я вот вам не верю. Вы листемер. Вы понимаете, вы начинаете хамить. Я в три раза старше вас. И вы даже это не понимаете. Любой мусульманин вам в лесу бы плюнул. Я не делаю. Вы любите мусульман? Нет. Я сказал, мусульманы. Многим нам могут показать пример, как они женщины любят. В чем? Как они любят женщин? Как они их одевают в паранжу и убивают их и сбивают? Не убивают. Это они любят женщин? Нет. Или как они православным головы отрезают? Потому что они крест носят. Не за это. Вы посмотрите, кроники Чечни. Они пришли воевать. Где парня просто за крест голову отрезали. Вы любите мусульманин. Вы двуличные. Об Евгении говорите о Родионове? Они пришли как завоеватели. С ними так и поступают. Русские как поступали. Желаю вам хорошего. Поехали. Поехали. Поехали.